Здравствуйте, с вами Укралов ТВ, меня зовут Дарина Ларионова и мы продолжаем наши прямые эфиры. И сегодня я очень рада приветствовать Татьяну Монтьян. Здравствуйте, у нас студия адвокатка Татьяна Монтьян, более всего известная по делу над Русланом Кацабой. Да ладно, я много почему известна. Кацаба это просто последний, можно сказать, мой громкий клиент. Последний нам как-то приутих в последнее время, вот это все рассмотрения, можете рассказать. Наоборот, у нас большой прогресс по делу. В последнем заседании 22 января что-то случилось, что-то в лисе сдохло, я кто кажуть. Прокуратура отказалась от допроса последних 14 свидетелей. То есть до того, битый год, я туда ездила раз в 3-4-5 недель, для того, чтобы полчаса послушать парочку каких-нибудь неадекватовых зато, которые бросались там на клетку к Руслану, орали, что убьют его всю его семью, что он зрадный, чтобы он тут сдох и так далее. Суд тянул дело в течение года. И тут внезапно на последнем заседании встает прокурор и говорит, что вот мы не настаиваем на допросе последних свидетелей. И 5 февраля, наконец-то, мы допрашиваем Руслана и выходим на финишную прямую. Но я напрямую это связываю с тем, что благодаря некоторым депутатам Европарламента удалось продавить слушания в Европарламенте по делу Руслана Кацабу. Вот я только-только два дня как вернулась из Брюсселя. И как там реагируют на происходящее? Ну, по официальной части каждый может посмотреть, есть видео. То есть я прямым текстом сказала, что Украина скатилась в бездны беспредела 1937 года и чистокровнейшей Сталинщины. Что люди у нас сидят за ролик на Ютубе. Он не один такой, таких много. Ну, мы там собрались чисто обсудить его дело, естественно, остальные затронули только побочно. Значит, его поддержали, естественно, Amnesty International, которая его признала узником совести с самого начала. То есть у нас один, единственный Руслан сейчас в Украине официальный узник совести. Естественно, выступала англичанка из комитета имени 19 статьи. Тоже сказала, что что бы он там ни наговорил, какая бы у него ни была позиция, как бы он ни относился к действующей власти, к мобилизации и всему остальному. Ну, простите, сажать человека в тюрьму и год там держать только за то, что он записал ролик на Ютубе и высказал свое мнение, это полный бред. Значит, Международная ассоциация журналистов тоже его полностью поддержала. Я говорю, а почему мы не будем избегать беседы о том, что именно он сказал по сути? Да, человек сказал, что считает мобилизацию незаконным, потому что у нас нет никакой войны, у нас официально идет АТО, антитеррористическая операция, которой должны заниматься соответствующие спецслужбы. Они бедные селяне и работяги, которые не смогли откупиться под призывом в нашу беспредельную аватарную армию и были туда загнаны на пушечное мясо. Я говорю, это его мнение, такое мнение высказывают все, кому не лень. У нас все соцсети, все передачи забиты рассказами о том, что наша армия голая, босая, простоволосая. Ни боекомплекта, ни одежды, ни обучения, сплошные аватары. Офицеры, которые грабят солдат, мародеры, добробаты, толпы бандитов, лазящих по стране и расстреливающих друг друга, отжимая друг у друга какие-то ресурсы. Сколько уже таких историй. Это заявляет не только Кацаба, это заявляют вполне официальные лица. Далее, какой-то выскакивает англичанин, европарламентарий. Ну вот как же, вот Россия агрессор, вот она там аннексировала Крым. Я говорю, безусловно, именно поэтому я и называю Путина глупым, жадным, ла-ла-ла из известной песенки. Потому что именно из-за того, что Россия ждала чем-то Майдан, пока он ослабит Украину, можно и Крым отжать, радость-то какая. Именно поэтому Януковичу было запрещено разогнать водометами всю эту шайку кастрюли головых, которая там прыгала на Майдане, чтобы получить возможность отжать Крым. Но наши добостные кастрюлеголовые вожди, придя к власти, почему-то не пошли отбивать Крым у страны-агрессора. Не пошли отнимать назад свои территории. Наоборот, Крым был сдан без единого выстрела. Отдали, продали с потрохами. Многие утверждают, что он был продан, этот Крым. Вместо этого доблестная советская армия, накрученная геббельсовской пропагандой в лучшем стиле радио «Тысячи холмов из Руанды», объявили людей, которые всего лишь были против госпереворота на Майдане, обозвали их террористами-сепаратистами такими-сякими, и пошла наша армия убивать мирное население. Донецкий и Луганский. Он там что-то пытался возражать, этот англичанин, нет, ну вот как же, вот же, страна-агрессор. Я говорю, конечно, покажите мне, где было признано официально, что у нас воюет на Востоке регулярная российская армия. Всякого сброда набежало по обе стороны. Так это везде в мире так, как только где боевые действия, то весь сброд со всего мира ломится пострелять с одной или с другой стороны. Я говорю, ну вот вы подумайте, как такое может быть, вот страна-агрессор Россия. Но у нас с ней наивысший уровень дипотношений через вычаянных и полномочных послов. Война не объявлена, дипотношения не разорваны, наоборот, действует договор о дружбе и сотрудничестве. Торгуем нефтью, газом. Ну и, естественно, последнее время для пиара помогаем молдаванам, прибалтам и белорусам зарабатывать на авиаперевозках, потому что зачем-то отменили регулярные авиарейсы в Москву. Кто-то в радости молдаване, когда я последний раз ночевала в Кишиневе на пересадке, говорят, блин, хоть бы маразм у ваших всех там руководителей страны продлился подольше, мы успели на эти деньги достроить наш аэропорт. Ну не идиоты. Вроде далее. Абсурдность полная. Она же, по-моему, очевидна всем. Она очевидна. И вот тем более странно, когда вроде здравомыслящий англосакс несет такую ересь. Ну это какой-то информационный... И я спросила у, так сказать, наших братьев из бывшего Советского Союза, депутата Европарламента от Прибалтики, ну от депутатов все-таки бывшего соцлагеря, как объяснить этот маразм, как объяснить такое глубокое непонимание всего этого бреда. А, забыла сказать, что контрольный добивающий в голову, а наш главнокомандующий, правда через слепой траст, владеет фабричкой в Липецке кондитерской и пополняет своими налогами бюджет государства-агрессора. Ну тут что скажешь, это правда, это все знают. Вот тут я спросила, откуда вообще вот такой бред в головах у людей? Они, говорю, искренние идиоты или они проплачены? И они мне говорят, слушай, ну здесь вообще никогда не было никого. Не приезжали никакие другие категории, кроме, вариант первый, бывших регионалов. Лейтмотивы, хвопли, ах, какие сволочи, кастрюли головые, они у нас забрали активы, они нас подали там в международный розыск, они там наши счета арестовали, но мы же были лучше, чем они. Мы хотя бы быдлу обеспечивали какой-то уровень жизни, ну да, воровали, но так они воруют ведь не меньше, еще вдобавок в три раза опустили уровень жизни в стране, еще и нас ограбили. То есть или эти приезжают, ноют, какие они несчастные, какие плохие кастрюли головые вожди, или приезжают упоротые вышиватники, реально уже с кастрюлями там, с флагами, ля-ля-ля, и орут там всякую ересь про революцию гидности, про святую небесную сотню, про найкращую в Европе армию, яка зупыныла Россию и врятувала Европу. Люди, которые особо не вникают, на самом деле им-то на нас наплевать, у них хватает своих проблем, в Брюсселе белого лица не увидишь, разве что полиция ходит. Все остальные, это чернокожие, это азиаты, это тетки в хиджабах, им хватает своих проблем, у них там воюют между собой, правда пока без гранатоменов, там фландерская община с франкофонной, то есть им не до нас, мы им нужны, как собаки восьмая нога, они про нас слушают, но уже год назад мы им надоели, хотя некоторые еще считают, вот у вас же идут реформы, но я уже просто раз хохоталась, я говорю, какие именно, если не секрет, вот вы утверждаете, что идут реформы, я человек, который постоянно с этим связан, утверждаю, что никаких реформ нет, не было и не будет, ну как же полиция, я говорю, вы в своем уме какую-то шантрапу набрали, которая способна только делать селфи, то я говорю, я адвокат по уголовным делам с более чем 20-летним стажем, они ни на что не способны даже протоколы составить, и вдобавок такие же взяточники и мрази, как и бывшая мусора, рассказала, что сломали в трех местах руку такому Богдану Тицкому радикалу, и сказали, так и было, так простите, а в чем сермяжная правда? В том, чтобы закупить им комплекты обмундирования по 700 баксов, если оно стоит по 300, и чтобы Аваков на этом нажился, на всяких рюзачках и так далее, то есть это всего лишь клоу надо с целью разрушить полностью правоохранительную систему и попилить на этом денег. Далее говорю, полностью разрушена прокуратура, какая бы она ни была плохая, теперь нету никакой. Я говорю, вот у меня клиент остался просто на оккупированных типа территориях в ДНР, он раньше был замминистра ЖКХ здесь, такой Александр Алипов, теперь он замминистра в ДНР, потому что надо же спасать в конце концов народ от коммунальной катастрофы. Ему вменяют кражу каких-то там денег вместе с Курченко в 11-м году, который он с Курченко вообще не знаком, никаких денег у него не нашли, Курченко чухает себя прекрасно, к нему никаких претензий. Слушаем это дело. Санкцию ему избрали, значит, до 21 января. С четвертого раза смогли рассмотреть мою апелляцию на санкции, когда эта санкция уже кончилась, ее никто не продлял. Почему? Потому что сперва это дело пихнули в это новосозданное НАБУ, а потом НАБУ умудрилась как-то назад спихнуть его в прокуратуру. Какое может быть расследование, о чем речь? И скандал уже был там, то ли 150, то ли 500 дел, а зависло, они не могут куда их распихать. Сколько их на самом деле, никто не знает. Сейчас Порошенко присваивает генералов каким-то соплякам 30-36-летним, вся страна смеется. Я говорю, какие реформы, о чем вы говорите? Полностью убито все, что только можно по ЖКХ. А с 1 июля начнется тотальное коммунальное рабство для тех, кто еще не смог создать ОСББ, а создание ОСББ усложнили до невменяемости. Кто это сделал? Новая честная власть. Я говорю, вернемся к Кацаби. Почему же его не могут освободить? Браслетик на него одеть, под залог, под поручительство, под что-то. Потому что уже новый честный парламент в составе всяких казаков, гаврилюков, сотников, парасюков и комбатов, самянченков, мошенников, на которых негде ставить пробы, проголосовали за внесение в Уголовно-проциальных кодекс соответствующих изменений. Теперь у нас есть часть 5 ст. 176, где есть целая куча составов, по которым невозможно иная мера пресечения, кроме содержания под стражей. То, что это полностью противоречит практике Европейского суда и Европейской конвенции, чем прямо запрещено держать людей под стражей только потому, что их кто-то в чем-то подозревает, без учета иных факторов, только на основании тяжести обвинения, нашу новую честную власть не волнует. И я не смогла найти ни одного депутата, который согласился попадать в законопроект и выкинуть к чертовой матери эту часть 5 ст. 176. Говорю, вот вам, что напрыгали, товарищи кастрюли головые. Причем я четко оговорила, говорю, маленький дисклеймер. Я абсолютно украиноцентрична. А я против того, чтобы в наши дела вмешивались Соединенные Штаты, Европа, Россия. Оставьте нас все в покое. Прекратите на нашей территории устраивать разборки между собой. Я понимаю, что мы институционально слабы. Нас умышленно стравили друг с другом, но просто оставьте нас в покое. Занимайтесь своими проблемами. Ну вот все-таки, заканчивая эту тему с Русланом Кацабой, как вы думаете, что было идеологической подоплекой вот этого вот всего? Его действительно так боялись? Нет, я думаю, что надо было, во-первых. Ну и естественно элемент глупости. Потому что они ж не ожидали, что отобрав у него деньги полностью, подчистую, все равно он найдет себе адвоката, который будет им заниматься и за его драться. Но, слава богу, благодаря краудфандингу, благодаря тому, что люди перечисляли деньги мне, я смогла целый год туда ездить. Его жена вынуждена содержать его престарелую мать и двух маленьких дочек. Она печет прянички и отправляет их по всей стране и даже в зарубежные страны. Очень красивые прянички. То есть вместо того, чтобы воспитывать детей, она пашет, как ломовая лошадь, делает эти прянички, чтобы прокормить семью. Потому что эти твари СБУшные забрали все деньги у семьи. Просто подчистую. Но речь же там не о деньгах шла. Так вот, они забрали деньги, объявили их вещественным доказательством и оставили семью без средств существования. Они не подонки. Причем тут, причем тут деньги. К тому же там эти деньги были сняты со счета матери. Деньги собирались там то ли на квартиру, то ли на какую-то еще дорогостоящую покупку. Пришла гибня и все это забрала. Это что, не 37-й год? Ну и кроме того, местным СБУшникам надо было продемонстрировать имитацию бурной деятельности, что они типа борются с бытовым сепаратизмом. Там уже надо было как-то прикрыть крышевание контрабаса, заработки на блокпостах и прочие свои коммерческие делишки под пацириотическими лозунгами. Ну и Руслан, естественно, попал под раздачу. Типа сам нарывался. А вы знаете какие-то подобные случаи? Потому что один из моих друзей... Валом. Что с ними происходит? Эти люди преследуют? О них просто никто не знает. О них просто об этих делах никто не знает. Скорее всего, у них тоже отбирают деньги. Они не могут найти адвокатов, которые бы нормально распиарили их дела. Но я тоже не могу объять необъятное. Мне вот так хватает Руслана. Просто выше крыши. Вот и все. Люди запуганы, люди зашуганы. Адвокаты, которые бы занимались, бесплатно заниматься не будут. То есть у нас очень много нарванных адвокатов, которые готовы чем-то заниматься, но бесплатно они тоже нарываться не будут. И людей тоже можно понять, потому что сейчас денег нет ни у кого, а всем надо кормить семьи. Поэтому этот вал остается под мутными водами. Вот вы уже упоминали про коммунальные тарифы, коммунальную мафию. Да. Ну вот коммунальную мафию у нас возглавляет господин Садовой, партия Самопомич. Это они пролоббировали эти мерзопакостные рабовладельческие коммунально-мафиозные законодательства. И люди всю прелесть, весь цимис этого беспредела оценят с 1 июля, когда им навяжут в безальтернативном порядке рабовладельцев, уже официальных, от которых невозможно будет избавиться. То есть ради всего этого, собственно, и затевалось. А вот до 1 июля, допустим, насколько можно... Можно успеть создать УСББ, но представьте себе обыкновенный среднестатистический дом, в котором нету нарванных жильцов, которые не могут собрать деньги для того, чтобы нанять адвоката, который им зарегистрирует УСББ под ключ, в котором вдобавок есть оппортунисты, которых или прикупил нынешний ЖЭК, который надеется и дальше их доить, только теперь уже на законных основаниях, или запуганные городскими властями люди, которые будут только против и все такое. Ну и кроме того, никто же не ведет информационные кампании. Последняя хохмачка. Есть такая контора, неофициальная, правда, неинституционализированная, значит, реаниматийный пакет реформ. Люди, которые там имеют ко мне отношение, входят в общественную организацию, фиктивный собственник, умудрились каким-то образом там пролезть в энергетический сектор. То есть это именно вот этот реанимационный пакет реформ ухайдокал нашу прокуратуру, провел массу других безумных там реформ, которые угробили даже то, что еще оставалось и хоть как-то работало. Есть такая Танечка Бойко, которая именует себя экспертом. Так вот, для того, чтобы выбить моих людей из этого РПР, она начала рассказывать, вот, Мантьян против революции гидности, знать ее не желаю. Вот можно ли, допустимо ли, печатать плакаты, которые подготовила организация, к которой имеет отношение Мантьян эффективный властник, если она против революции гидности. А еще мой сын вместе с двумя другими украинцами, подростками и двумя россиянами играет в Доту-2, занимается киберспортом. Я теперь стебу своих детей, что дети, вы теперь сыновья врага народа. Мама говорит, не врага, а врагини. То есть это какой надо быть тварью, чтобы зацепить детей, которые играют в компьютерные игры и орать, что вот они играют с россиянами в команде. То есть на что идут эти твари, а в чем дело? Миллион евро якобы выделено этому революционному пакету реформ. Очень хочется их распилить подальше от настоящих экспертов. А Бойко, повторюсь, это одна из тех тварей, которые вот как раз в Алале, аж жабры было видно, за принятие вот этих коммунально-мафиозных законопроектов. В частности, закона номер 417, который с 1 июля загонит в рабство все городское население Украины. Вот так вот и живем. То есть вот кастрюлеголовые, дорвавшись до власти, понимают, что им осталось недолго, и поэтому рвут и терзают все, что только видят. А как усложнилась вот эта система створного избавра? Очень сильно усложнилась. Раньше надо было, чтобы на учредительном собрании присутствовало больше половины по головам, а они таким образом сделали формулировку, что теперь надо больше половины не только по головам, но и по площади. А площадь негде брать. У нас дома не формализованы, как целостные имущественные комплексы, и нету возможности получить официальную информацию, какова вообще сумма всех площадей, откуда считать кворум. По головам кворум посчитать можно. Залез себе в реестр, посмотрел, сколько всего со собственников оформленных, посчитал себе кворум, и нормально. А теперь где брать эти данные? То есть специально усложнили процедуру. Ладно, если сильно превалирующее большинство, если там нет никаких сомнений, там больше 60% за, все нормально. А если на соплях повисло 50-50, где брать информацию? Кроме того, в массе домов есть куча неформализованных помещений, о которых идут споры. Всякие подвалы, чердаки, непонятная ситуация с автостоянками в новых домах подземными. То есть как посчитать кворум? Никак. То есть эти твари специально сделали все, чтобы даже те, кто хочет создать ОСББ, столкнулись с непреодолимыми часто трудностями в этом вопросе, чтобы, не дай бог, никто не ушел к 1 июля от коммунальной мафии. И вот эти твари продолжают кричать, что они революционеры достоинства и хотят там что-то делать. И изгоняют под предлогом, ай-яй-яй, вы связаны с Монтян, которая против революции гидности, а ее сын играет в доту с россиянами. Давайте-ка теперь выгоним всех и с вами попилим грант. Ну, эти двойные стандарты, они же не первый год в политике. Это Сталинщина. Это Сталинщина чистой воды, которой раньше не было. Раньше всякие соски не осмеливались орать, что эту Монтян надо лишить гражданства, депортировать, увезти в ЛДНР, а по пути прикопать в канаве предварительно изнасиловав. Они это пишут по полной программе. То есть они даже ничего не стесняются под собственными именами. То есть такого, такой вот бесовщины раньше не было. Ну, послушайте, на вас это, слава богу, влияет или не влияет. Мне наплевать, я с этого смеюсь. Но есть же масса людей, которых это пугает. Есть люди, которые боятся, что их на улице пристрелят или убьют. Это мне попробуй киллера найди, если я занимаюсь профессиональной уголовной адвокатурой. И имею массу знакомств в соответствующих кругах. А простому человеку? Простой человек вообще далек от этого. И люди боятся, я их понимаю. А какие-то случаи угроз людям, которые хотят сделать ОСББ? Да, каждый божий день. Каждый божий день этим людям угрожают, их избивают, их подкупают и запугивают. Я знаю лично массу людей, которым дали деньги и сказали, обшел вон отсюда, быстро мы у тебя выкупаем квартиру, чтобы тебя, тварь, в доме не было. Это идет речь о больших домах, о ценном ресурсе, там где по 300-400-500 квартир на вострое. Инициаторов или запугивают, или покупают. И вот человек только приходил на консультацию, только он попытался развить какую-то деятельность в доме, и тут звонит, ну Таня, прости, у меня выкупили квартиру, там чуть дороже, ну я не хочу, чтобы моих детей нашли убитыми в конаме, изнасилованными, а с этих тварей все станется. Это ж никакой проблемы нанять каких-нибудь добробатовцев или правосеков из-за того. А легче создать ОСББ где-нибудь в домах по типу Крехрущевых? Очень по-разному. Все зависит не столько от года постройки дома, не столько от того, в каком он состоянии, а от контингента. То есть я знаю случаи очень зачуханных старых домов со вменяемым контингентом, бывшие учителя, ну то есть люди с высшим образованием, с которыми можно договориться, которые сами по себе договора способны, им все объяснил, рассказал, они быстренько создали, и потихонечку как-то выковыриваются. Ну и к тому же старые зачуханные дома особого интереса для коммунальной мафии не представляют. Совсем другая ситуация в блатных домах, населенных вот этими вот всеми нарванными всякими прокуроришками, судьями и так далее, которые не договороспособны априори. Они привыкли гнобить своих сограждан, и вот как-то поговорить как равный с равным, они не в состоянии в принципе, потому что они от природы быдло, только богатые. Вот с такими практически невозможно ничего создать. Ну и там деньги, конечно, побольше. Ну конечно. Ну и им наплевать там лишние там тысячи или не тысячи, ну к тому же особо нарванные вообще ничего и не платят. Ну и хуже всего, конечно, в очень маргинальных домах, там где живут пенсионеры уже с болезнью от геймера, со старческой синильностью, алкоголики, наркоманы и прочее. Нормальные люди оттуда давно уже уехали, продав квартиры. Эти ресурсы безнадежны, там ловить нечего вообще. А вот средняя категория там и по качеству населения, и по качеству дома как физического ресурса, проще там, где меньше квартир. Где больше квартир, там, ну сами понимаете, вот Асокарховская, Позняковская, Корона, их гнобит Ковальская. Ну попробуйте, соберите 700 квартир и около там сотни нежилых помещений вместе, где их собрать хотя бы. Очень тяжело. То есть чем больше огромные вот эти дома, тем тяжелее вообще с ними что-то иметь. Есть вообще казусные истории в домах, там прописано прямо в договоре, что я вот покупаю квартиру и признаю, что моей является только квартира, а все там лестничные клетки, там подвалы, чердаки и так далее, моим не является. Понятно, что это абсурд, это противоречит гражданскому законодательству, но лохи покупают, а потом их гнобят очень долго управляющие компании. Они потом с этим воюют, расторгают договора в этой части, когда понимают, как их кинули. В общем, как-то так. И все это происходит вот как раз под эгидой садового, самопомощи и всяких грантаедских шавок, типа там Тани Бойко, там всяких, там Левицких, там Гапти, там Гапко и прочей швали. А вот речь идет, я просто читаю ваши посты, вы часто говорите о том, что экономия и вообще благосостояние дома, когда организовывается СББ, не сравнится с тем, когда домом как бы управляет ЖЭК. Ну вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то работал на кого-то бесплатно? Ну вот как можно вообще 25 лет прожив в диком капитализме верить, что какой-то там ЖЭК будет работать в пользу жильцов? Это коммерческая организация, заинтересованная в том, чтобы как можно меньше потратить и как можно больше поиметь жильцов. Ну вот Эленор Остром, главная концепция Эленор Остром, за которую она собственно получила Нобелевку, гласит, что только непосредственные присваиватели ресурса могут сделать менеджмент по управлению ресурсов настолько качественным и дешевым, чтобы этот ресурс жил в долгосрочной перспективе и это было максимально выгодно. Ну понятно, ну кто лучше самих жильцов знает, что им надо отремонтировать и когда? Кто кроме самих жильцов заинтересован найти самых дешевых поставщиков услуг на рынке? Только-только наши мусорщики начали что-то там вякать на тему, ай-яй-яй поднять цены, мы немедленно их послали и нашли мусорщиков, которые вкопали гораздо более удобные и приятные на нюх контейнеры, потому что в 3 метра на землю закопанные вытаскиваются краном, они вместо этих внешних баков, из которых особенно арбузы трогательно летом, там вытекают, и все прекрасно, и дешевле, и лучше, и так далее. Не говоря уже о том, что если упаси господи, наши уборщики плохо расчистят снег или там без шампуня помоют подъезды, конечно, они завтра же пойдут на кислород, и мы наймем кого-то другого. А апофеоз у нас, соседний ЖЭК занимается внутридомовыми коммуникациями в доме и работает прекрасно, и лифтами. А вот там, где эти же люди, этого же ЖЭКа занимаются полностью всем домом, мусор лежит чуть ли не до крыши, ни черта не делают. В чем разница? В отсутствии контроля. У нас, если они будут плохо работать, мы их тут же выгоним, наймем кого-то другого. А что им могут сделать пенсионеры из соседнего дома? Ничего. Контроля нет. Когда речь идет о цифрах, какая экономия на коммунальных счетах? Ну, у нас в 2,5 раза дешевле в целом, чем в соседнем доме. Ну, я уже приводила. У меня 3,90 было платежка. А с людей, у кого нету счетчиков с терморегулятором в Киеве, там 16,90 что-то такое. А по Украине и до 29 гривен доходит за метр отопления. Ну, как это вообще? Как в Киеве вообще? У нас в доме потолки 3,05, может быть 3,90, и при этом у нас не самый энергоэффективный дом. У нас дом постройки 99-го, 2000-х годов. То есть у нас огромные отапливаемые площади. И при этом получается до 4 гривен за метр, а у людей выходит под 17. Это как? То же самое тепло поставляет тоже Киевэнерго по тем же самым трубам. Или еврореконструкция с Дарницкой ТЭЦ. Это же вообще безумие. То есть на сколько раз они нажучивают людей, пользуясь тем, что они не в состоянии собраться вместе и поставить себе счетчик с терморегулятором. Люди не понимают, что это им окупится в первый же месяц. Они просто не в силах собраться, потому что никто никогда не учил собираться вместе и решать вопросы. Ну, а вот эти вот городки, которые, вы знаете о чем я, то есть не самые дома, а городки там, где есть какое-то публичное пространство, остатки парков и так далее. Там коммуникация между людьми как-то происходит лучше, или это уже давно ни на что не влияет? Ни на что не влияет, зависит от контингента. Если контингент хоть как-то способен воевать со своими монополюгами, которые их загнал в коммунальное рабство, еще куда ни шло, можно добиться там хоть чего-то. Если же люди разрозненные вообще не понимают, о чем речь, конечно, они обречены на рабство. Политическая воля очень проста. Держать украинцев разрозненными как можно дольше и загонять их в рабство, чтобы успеть их пограбить. То есть все, что делается в плане объединения, в плане обучения людей коллективным действиям и принятию легитимных коллективных решений происходит строго вопреки государственной политике, которая направлена исключительно на то, чтобы загнать людей в рабство. Но самое печальное, что это сопровождается патриотической риторикой, у нас же садовый какой патриот, это же проба негде ставить. У нас люди просто не умеют считать деньги. Когда я слышу все эти байки про особый статус, там Донецко-Луганское, мать вашу, да все субъекты, все области должны иметь одинаковый статус. 90% налогов должно оставаться на местах. Сами должны разбираться, на кого они сегодня молятся, на Бандеру или на неизвестного солдата. Это их личные трудности. Какое до этого вообще может быть дело центральной власти? Отцепитесь от людей. Пусть они сами разбираются, на каком языке будут учиться их дети, на каком языке они будут смотреть фильмы и на кого они будут молиться и какие праздники праздновать. Нет, нам надо обязательно стравить людей друг с другом. Можно подумать, что Восток будет праздновать как Запад, а Запад как Восток. Да никогда этого не будет. Просто потому, что этого не будет в ближайшие несколько поколений. И чем больше это все наяривать, раздражать и противоставлять, тем с большей вероятностью Украина рассыпется к чертовой матери. Давайте вернемся к чему-то хорошему. Тезис Эленор Остром, о котором вы упомянули, что только люди, которые имеют непосредственное участие отношения к своему ресурсу и присваивают от него, могут сделать экономически эффективным использование этого ресурса и его сохранение в средней долгосрочной перспективе. Это касается не только ОСББ, а и территориальных общин. потому что вот в Европарламенте мне сказали, что больше всех бегают в кастрюльках и вышиванках это выродки, которые вообще в Украине не живут. Это всякие студенты, это жопомои, извините меня, из западных стран, которые на родине не живут. Они любят родину откуда-нибудь из-за бугра. Это очень выгодно и удобно быть патриотом. Нацепил на аватарку веночек, куда ты старая кошелка веночек цепляешь? Это для незайманных девчаток одежда. Ай-яй-яй, как я люблю Украину. Сейчас я все завешиваю аватарками, буду перепощивать всякий бред со всякого быдлоцензора, быдлобутусова. Вот такой у них патриотизм. Им наплевать на Украину. Они там жить не собираются. Не видали ее в гробу и в белых тапках. Они просто или по причине природной умственной отсталости или за деньги просто дискредитируют страну своими вот этими вот прыганинами в вышиванках и в кастрюлях. Ну или рыги, я же говорю, которые обижены тем, что вот у них все отобрали, от корыта отогнали. Но рыги успешно отбиваются. Очень успешно. Очень успешно. Ну так, а что? Потому что... Об этом говорили же я вам объясню почему. Потому что кастрюлеголовые твари, дорвавшись до власти, прекрасно понимают, что они тут ненадолго. Зачем им тратить свой ресурс на то, чтобы доказывать, что там злочинная панда шось вкрала. Лучше у злочинной панды взять денег и позволить панде откупиться и грабить тех, кого можно ограбить. Тех, кто здесь остался, кто не может за себя заступиться. Вот чем они собственно и занимаются и поэтому совершенно неудивительно, что Портнов сидит в Швейцарии и нагло троллит, например, Борислава Березу, он же Барух Блюхер, показывая, что эта тварь удрала из Израиля, чтобы не служить в израильской армии. Является гражданином Израиля. Поздравляю вас, киевляне. Вы чуть не избрали гражданина Израиля своим мэром. И ничего, врет нагло, типа я не я и документ не мой. А как Портнов донесет, что это все правда? Это никого не колышет, никто пока не мочит. Сколько времени понадобилось для того, чтобы в конце концов против Семенченко возбудили уголовное дело, потому что всем изначально было понятно, что этот гаденыш работал и на ваших, и на наших, а потом его подобрали Аваков с Герасченко и сделали из него мегагероя в этой самой, в Балаклаве. Но когда он снял Балаклаву, как бы все стало понятно. Ай-яй-яй, вот у меня есть справка, что я не сидел в Киевском СИЗО. Конечно, ты сидел в Севастопольском СИЗО. Ну так и кто это знает? Ну то есть Костик Гришин это вот просто апофеоз кастрюли головых и тех, кого не провели к власти. Так а что будет с ними дальше? Я не знаю, что с ними будет, я надеюсь, что их развешивают по столбам просто вдоль Крещатика. А дальше что? Это возвращение предыдущей? А это нельзя? Не, ну я не думаю, что кто-то допустит уже до власти регионалов, только разве что самых таких не сильно одиозных. Ну и им самим лучше через агентов влияния действовать, чем лично, потому что можно же и пулю в лоб огрести. Ну он уже, Рабинович из оппозиционного блока прямо говорит, что этим животным нельзя дать удрать из страны. Надо принять меры, чтобы они не успели удрать чартерными рейсами после всего, что они натворили. Да их сами кастрюли головы я пишу, та я-я-я, как же так можно? Оце мы привели до влади цих литаїв, вселяких Порошенков, Яценюків, что ж теперь с ними робите? Ну пойдите еще на Майдане попрыгайте. Чай, кофе, зонтики, хорошее настроение, Мустафа наем, все дела. А чем вы раньше думали, когда вы туда перлись, из-за того, что вас позвал какой-то Мустафа? Я так люблю этот стишок. За жизнь хорошую бороться позвал вас наем. И вы не зря, друзья, стояли. Жизнь у наема хороша. Ну так, это очень правдивый стишок. Ну так, так и есть. Так и есть. Ну вот эти все политические баталии смены лиц у власти, они как будто... Это не политические баталии, это дерьманные баталии. Это даже политикой, правда. Это даже политикой сложно назвать. Это как-то очень бесконечно. И вы, в частности, говорите, что будущее за созданием самых базовых институтов на самом уровне. Это очевидно всем тем, кто... Я не знаю, дадут ли людям это все посоздавать. Потому что, если бы действительно Европа, США, Россия, кто угодно хотели видеть нас высокоинституционализированной, цивилизованной страной, то не составляло бы никаких проблем огромные деньги, вбуханные, в разжигание ненависти, в финансирование радио «Радио Тысячи Холмов», направить на обучение людей коллективным действиям, принятие легитимных коллективных решений. А, кстати, о «Радио Тысячи Холмов». Я просто умираю со смеха над этим громадским телебачением, храбацким. Они собирались власть контролировать. Да вы научитесь хотя бы, блин, Ром Цюскрыпина проконтролировать, чтобы вас не скоммуниздил 200 штук через Пейпел, лохи позорные. Два года он вам компотировал мозги. Вы еще власть собрались контролировать. Ай-яй-яй. Гений Олейников тоже классный персонаж. Я вот объясняю народу, что на кого вы повелись. Если человек начинает орать, что он жертва аборта и политических преследований, даже не сомневайтесь, его цель стырить бабки. А теперь ай-яй-яй, выясняется, что он их стырил, его даже я слыхала, нашли. Ну, Хорватия, не Украина, батарея не прикуешь в сыром подвале. А он сказал, а я чего, я ничего, вот у меня тут написано, что вы сами рисковали своими деньгами, так вам и надо. Там же написано, что вы могли как выиграть, так и проиграть. Но я поняла, что к этому все идет, когда он начал заниматься с волонтерством. Тепловизоры, бронежилеты, сборная армия. Думаю, вот тварь, наверное, скоро исчезнет под плинтусом и оставит этих лохов без их сбережений. Так им и надо. Ну, то есть, вот это классические персонажи революции и гидности. Других на Майдане не прыгало. За что мне пишут, что я утверждаю, что там прыгали или отпетые мрази, о которых я уже говорила, или лохи, которых просто развели и использовали. Нормальный человек с нормальными умственными способностями и порядочно не пойдет прыгать и разрушать свою страну. Вот прошло два года, крыть им нечем. Говорить-то не о чем. А вот процессы самоорганизации за последние два года как-то усилились? Да, вот должна сказать, что 417 закон, ну, знаете, как пиво по утрам не только вредно, но и полезно, поспособствовал тому, что люди перепугались смертельно. И вот сейчас раз в 10, наверное, вырос поток желающих поучаствовать в семинарах по методологии создания УСББ. Это не может не радовать, но я боюсь, что уже поздно. Не успеют. Скорее всего, поздно пить боржом, когда печень в трусах. Но мы спасем лишь того, кого можно спасти. Все остальные, ну, извините, ребята, я уже сколько лет об этом говорю. Ах, ты враг народа, надо вот начинать с проганины на Майдане, а ты про какие-то УСББ. что у нас рыбали, это мы теперь радуйтесь. Я еще слышала, вот как в России эти процессы происходят? Еще хуже, еще хуже, еще хуже, ну, там есть вертикали нефть, а у нас нету ни нефти, ни вертикали. Там это все держится на скелете, на вертикали. Вот почему я доказываю, что Майдан был совершенно выгоден России? Во-первых, отжать Крым. Иначе никто бы там не заморачивался помочь Януковичу разогнать кастрюли головок еще в первые дни сметя их водометами. Вместо этого Майдан качали, чтобы докачать до такой степени, чтобы отжать Крым. Крым выгоден в политическом аспекте, потому что теперь Путинца товарищи рассказывают, вот, что бывает с теми, кто бегает по болотным и манежным. И простые россияне действительно говорят, ну его нафиг, лучше пусть там Путин умрет своей смертью, то есть еще лучше пусть 10 лет Путина, чем один Майдан. Ну и естественно, рейтинги выросли, все хорошо и так далее. То есть соизмеряя затраты и выгоды, Путин решил, что лучше иметь Крым и шикарную поддержку внутри страны, и хрен там с той ценой нефтью и теми санкциями. То есть он решил, что все-таки вот так вот выгоднее. Насколько был правильный его расчет, я считаю, что в средней и долгосрочной перспективе расчет был неправильный, а история нас рассудит. Особенно меня веселит, что ватники считают меня русофобкой, ненавидящей Россию, какая чушь, у меня миллион там друзей, я ненавижу только умственно отсталых со всех сторон, а вышиватники считают, что я вот продалась России и получаю там зарплату чуть ли не в Кремле, а ватники считают, что в Газдепе. Я говорю, вы хоть когда собрались между собой и определились. Просто истинный украиноцентризм настолько редок, настолько мало людей, которые говорят, дайте нам пожить самостоятельно, мы справимся, нас много, да, мы тупеньки, да, мы далеки, мы укра-папуасы, но мы можем научиться, только не мешайте нам, тварине, с одной стороны. Это настолько редкостная позиция, что вот не знают прямо вот кому бы меня записать. Ну, потому что хочется же видеть мир черно-белым. Вот, мир хочется видеть черно-белым, и не хочется видеть его во всех цветах радуги. А я вот все-таки упорно пытаюсь сказать, что вот давайте сами, если евреи умудрились среди пустыни создать цветущий сад и кормить овощами, фруктами полмира, то у нас и людей больше, но у них лучше с институциями. Но этому всему можно научиться. Если бы было желание учиться, они даны не Богом. Евреи, правда, считают, что Богом, но, извините, это совершенно никаких проблем не составляет скопировать. Это вопрос ресурса и желание учиться. Никто не рождается с умением принимать легитимное коллективное решение. Этому можно научиться. Даже совершенно нулевые люди умудряются этому научиться в масштабах одного дома. Почему этому нельзя научиться в масштабах страны, если заниматься именно этим, а не прыжками на Майдане в кастрюлях? А вот что происходит на территориальных общинах? Там же тоже какая-то самоорганизация будет. И централизация просто убьет. Вообще ничего не происходит. То есть местные там теперь уже начинают срачи. Вот знаменитое село Семиполки, вот была последняя новость. Они недовольны тем, что их там куда-то присоединили. Они говорят, что там три коллеги вместо нас порешали, мы ничего не знаем, нам это невыгодно, мы теперь остались без каких-то там финансирований. То есть все, что делает Гройсман, всегда делается через задницу, потому что он это делает исключительно с целью наживы. Я сразу говорила, что никакой децентрализации не будет до того, как формализовано все имущество. Ну какая может быть децентрализация, если даже границы не проведены даже между Киевом и Киевской областью? О чем вы говорите? О каком ресурсе? Его надо определить для начала, бирочку повесить, где наше, где не наше. Иначе как? И что вы собираетесь децентрализовать? Нет, не понимают вообще о чем речь? Не, ну если я начну там еще высокоумными терминами рассказывать про транзакционные расходы, ну у людей вообще закипят мозги, даже последние оставшиеся заплетутся извилины, которые натерлись кастрюлями. Тяжко, с глупыми людьми, которые вдобавок не хотят учиться. Вот я не говорю, что я там мегаумная, там в каких-то там отношениях, там я полный ноль в программировании, там в кончимии, в физике, там я не слышу музыку, я не умею рисовать и я не претендую. Но каждое чучело, приползающее ко мне в комментах, учит меня обществоведению и институционализму. Тебя спрашиваешь, ты кто по профессии? Я вот художник, я так вижу, я тебя учу различать цвета там или модернизм, чем отличается модернизм от реализма. Да я вот, я в этом ничего не понимаю. Точно так же, как ты, идиот, не понимаешь в том, чему ты меня тут учишь. То есть люди, их тупость не в том, что они чего-то не понимают, а в том, что они самонадеянно считают, что они имеют право на эти темы высказываться. Пойди с физиками-ядерщиками на форуме поговори. Тебя запанят после первого коммента, обозвав дебилом. А я когда делаю то же самое, говорят, ай-яй-яй, ты не толерантно относишься вот с людьми с иным мнением. Нельзя иметь иное мнение, не имея знаний по предмету. Вот когда ты выучил матчасть и можешь говорить конкретно по факту, имея надлежащий багаж знаний, тогда мы можем поговорить. Но когда ты полный даун в этом направлении, куда ты лезешь? Вот как-то так. Как будто вы децентрализации, реформа децентрализации проходит по европейскому лекалу. По надпуле. Какому лекалу? Я была в Польше, рассказываю. Спросила у поляков, ребята, сколько у вас было процентов актуальной информации о землях и недвижимости в ваших кадастрах? Это у нас земля и недвижимость, это разное. У нас считается вот земля, а вот строение это недвижимость. Ну я спросила по привычке, поляки говорят недвижимость, я говорю, простите, сори. Земель, сколько у вас было в кадастрах? Ну актуального, ну процентов 75-80. Я не поверила. Хотя мне вот польский сенатор сказал, да, я этим занимался, вот актуального было 75-80 процентов. У нас вся группа аж челюсти отвесила. Говорит, а что вы так удивлены, сенатор спрашивает. Я говорю, так потому что у нас в Киеве только 7% земель имеют правоустанавливающие документы, выделены в натуре, там с расставленными межевыми знаками и внесены в кадастр. Что творится по стране, смешно даже сказать. То есть у нас уровень формализации ниже всех плинтусов. Так вот, поляки начинали 25 лет назад, имеют на порядок лучшие базовые стартовые условия, чем у нас сейчас. Я не поверила этому сенатору, я спросила в маленькой гмине Сенкова, у местной пани Войтовой. Сколько у вас было актуальной инфы о ваших землях в кадастре? Она говорит, ну процентов 80, а то и больше. Я говорю, а остальное? Ну, я говорю, остальное леса, до которой даже коммуняки за 40 лет не успели добраться. Поэтому, говорит, мы очень отдаленные, это Нижняя Бескида, там живут как раз русины, наши, можно сказать, братья. Поэтому у нас с этим было бы нормально. Так вот, люди начинали свою реформу местного самоуправления, имея в 10 раз лучшие показатели формализации собственности, чем у нас сейчас. Как можно вообще сравнивать? Но это все равно, что маленький задрот на тощих ножках учится бить прямые удары в грушу, а другой начинает с того, что он уже участвовал в куче уличных драк. Он уже практически готов, он полупрофессионал. Вот вам, пожалуйста, сравнение Украины и Польши начинающих реформу. Вот так. 25 лет назад у поляков было в 10 раз лучше, чем у нас сейчас. Как можно сравнивать? Мы еще даже не начинали, мы находимся на минус десятом этаже. И мы не занимаемся тем, чтобы поднять процент формализации собственности. Мы занимаемся непонятно чем. Мы делим шкуру неубитого медведя, мы делим неформализованный ресурс. Это невозможно сделать, это все равно, как в одесском анекдоте Жора, жарьте рыбу. Так рыбы нету. Вы жарьте, жарьте, рыба будет. Мы делим то, чего еще нету в природе. И донести это до дебилов, которые занимаются децентрализацией, невозможно. Ну, почему? Это очень странно. Это же действительно первое логичие. Дерибан нет легче. кто этим занимаются, нацелены на дерибан, только на дерибан, и ни на что, кроме дерибана. Если бы они были нацелены на что-то другое, они бы все силы, все ресурсы кинули на инвентаризацию нашей всей собственности, на ее формализацию, на полное и четкое определение всех имущественных прав на каждый кусок собственности. Что мы делаем вместо этого? Комментарии излишни. Мы упали во всех рейтингах ниже всех плинтусов. И вот еще вместо децентрализации фактической, как мне видится, идет наоборот централизация всех присутствий. Конечно, безусловно. А как можно на черное говорить? Да вот так вот Гройсман говорит и все хорошо. А как он сказал по 417 закону, что наконец-то мы избавились от ЖЭков, а на самом деле ЖЭки, как бы они ни назывались, получили вообще неограниченную монополию, причем уже квазизаконную, ну никто ж не будет обжаловать этот вонючий закон в Конституционный суд, где ты найдешь 45 подписей депутатов. Регионалам бывшим это не надо, потому что они сами коммунальные мафиози, по своим регионам их никто не трогает, больше это не надо тоже никому, никто не хочет ссориться с самонемочью, потому что все так или иначе задействованы в этом мафиозном бизнесе, а людишки бестолковые, они ничего в этом не понимают, до тех пор, пока не придет пушной зверь непосредственно к ним. Вот так вот. Ну вот и все-таки сколько вам за последний месяц не месяц обращалось людей, которые бы хотели сделать? Очень, очень, очень много. Вот я говорю, что минимум в 10 раз возросло количество людей, которые заинтересовались наконец-то своими домами и созданием МСББ. Это меня безумно радует, но должны же быть хоть какие-то плюсы в этом беспросветном беспределе. Вот единственный плюс, что вменяемые относительно люди наконец-то задумались о том, о чем они должны были задуматься 25 лет назад. И только благодаря этим наглым тварям, которые уже совсем нахально захотели загнать людей в рабство, возрос процент вменяемых, которые наконец-то заинтересовались своей собственностью. Ну, будем надеяться на самом деле, что у этих людей и всех остальных все получится. Как только прекратится деятельность и вещание радио тысячи холмов и зомбирование массовое людей, только тогда можно на что-то надеяться. Потому что вот на полном серьезе люди, которые мне верили, всегда за меня голосовали в моем собственном районе, говорили, вот, из-за того, что ты съездила к мозговому я за тебя больше не буду голосовать. Я говорю, так я пленного привезла, я публично договорилась. Какого пленного? То есть, мразь Бутусов, достоверно зная, что я публично договорилась с мозговым, поехать забрать пленного, затеял, говнометание на тему, что я якобы туда поехала просто чаю попить. Ну, кто он после этого? Кто? Я надеюсь, что его повесят за заднюю ногу, как тех мразей, которые в Руанде работали на радио тысячи холмов. Ради чего эти твари это делают? Нагло перевирая все, что только есть. Для того, чтобы зомбировать людей, чтобы, имея альтернативу, проголосовать, заменяли за какую-то мразь из самопомощи или из демальянса или еще из какой-то гнидной майданной тусовки. Люди сказали, вот, она ездила к мозговому, мы за нее голосовать не будем. А то, что вас эти твари грабят, прикрываясь майданом, кого ж это волнует? Я переживу. Вся эта мутная волна когда-то досхлынет. Жалко только людей, которые могут не дожить. Я с самого начала говорила, я адвокат по уголовным делам. Мне будет хорошо всегда, потому что люди никогда не прекратят грабить, убивать, насиловать, разбойничать и так далее. А вы что будете делать? Я себе работу найду всегда. А ты? Вот так вот оно и получилось. Но пророков нет в отечестве своем, да и в других отечествах не густо. Да нет, на самом деле то, что вы делаете, это здорово, и в частности просвещение людей по поводу их имущественных каф. Я надеюсь, что мы еще встретимся по более предметной дискуссии. Более подробно, конечно. Это же гораздо интереснее, чем обсуждение тех подонков, которых мы сегодня вынуждены обсуждать. Да, жаль. И вот что меня еще напрягает, радио Тысячи Хомовы постоянно повторяете, это была всего лишь одна радиостанция. А кажется, что это совокупное, так дело в том, что у нас это совокупное радио Тысячи Хомов, то есть бельгийцы в Руанде вместе со штатами и Великобританией провернули этот эксперимент по натравливанию друг на друга Хуту и Туцси, но это было чернокожее население Африки. А сейчас они повторили этот садистский эксперимент уже на белом европейском довольно-таки высокообразованном населении. И великолепно это население раскололось не на Хуту и Туцси, она у Пропова-Колорадов. Все получилось, мочат друг друга так шуга и шумит, а эти руки потирают, что англосаксы, что россияне. Да, к сожалению, очень хрестоматийный опыт. Но абсолютно люди не считают Геббельса, люди не считают Майнкамп, а зря. Там все это написано, как разделять и властвовать. А мы повелись, наш народ, как негры на бусы и дали возможность более институционально высокоорганизованным соседям потирать руки и развалить нас в Драбадан. И теперь из этого выкарабкиваться придется очень-очень долго. Но я все-таки под конец предлагаю альтернативу объединять и властвовать. Безусловно. Именно этим мы и занимаемся. Ну, сложно как-то объединяться с кастрюлеголовыми, у которых нет ни одной извилины. Вот говорят, ты так плохо относишься ко всем, кто прыгал на Майдане. Нет, не ко всем. К тем, кто до сих пор не понял и не раскаялся и не признал. У меня очень много знакомых, которые прыгали на Майдане, которые признали, да, нас обманули, ты была права, а мы наивные чукотские дети, с ними я работаю нормально, потому что главное покаяться в своих ошибках. А те, кто не кается, ну, те упоротые с ними говорить не о чем, к сожалению. Я сомневаюсь, что если они за два года не очухались, то дальше там, по-моему, только передол, только карательная психиатрия. Ну, вот как вы видите, наказание рублем все-таки действует на кого-то. Безусловно. И это прекрасно. К сожалению. Нет мозгов, у кого не доходит через мозг, должно дойти через пустые кастрюли и пустые карманы. Да, к сожалению, вы вынуждены заканчивать на такой пессимистичной ноте. Ну, почему? Не все так плохо, ну как, жизнь не хороша, не плоха, она такова, какова она есть. И такое надо воспринимать. Спасибо вам большое за интервью. С вами Лада Ирина Ларионова и это было Корлайф ТВ. Оставайтесь с нами.